Добрый день! Сегодня 12 лекция. В прошлый раз мы рассматривали теории интеллекта. Две наиболее влиятельные теории интеллекта в мире это CHC теория и MI теория. Давайте чуть более подробно их рассмотрим сегодня. Вот MI теория выделяет такие типы интеллекта, такие способности, 9 способностей. Справа видите на английском, слева на русском. Я прочитаю. Музыкально-ритмический интеллект, визуально-пространственный, вербально-лингвистический, логико-математический, телесно-киноэстетический, межличностный, внутриличностный, экзистенциальный и моральный. Давайте сравним с CHC способностями. Тоже справа английский вариант, слева русский в моем переводе. Первое знание понимания. Второе гибкость рассуждений. Третье число количества. Четвертое чтение письмо. Кратковременная память, долговременная память, обработка визуальной информации, обработка слуховой информацией, скорость обработки данных и скорость реакции принятия решения. Попытка сопоставить. Давайте попробуем сопоставить. Что у нас получится? Что видно? Давайте рядом положим, посмотрим. Во-первых, есть вещи, которые как бы совпадают, но не совсем. Например, музыкально-ритмический интеллект и обработка слуховой информации, визуально-пространственный интеллект и обработка визуальной информации. Но есть вещи, которые в одной стороне точно есть, а в другой точно нет. Ну, например, телесно-киноэстетический. Справа об этом вообще ни слова. Например, но в жизни-то ведь это нужно. Например, если вы хотите стать зубным врачом, так, или стоматологом-хирургом, то вам же нужно, у нас нужна точность движения. Я уже не говорю там, например, при каких-нибудь фехтовальщиков или артистов балета. Справа об этом вообще ни слова. Но с другой стороны, например, есть память долговременная, память кредковременная, а слева ее вообще нет. Или слева есть такие вещи, как межличностный интеллект, экзистенциальный, моральный. А справа об этом вообще ни слова. Ну, давайте немножко посмотрим все-таки, что стоит за этим делением и попытаемся классифицировать. Потому что и слева, и справа определенные задачи. Но какой-то другой список задач считается базовым. Вот можно классифицировать по масштабу задачи. Микро, макро, мега. Ну, например, если мы говорим про умение писать. Вот написать предложение под диктовку – это микрозадача. Написать письмо другу – это уже макрозадача. А написать роман – это уже мегазадача. И все это про глагол писать. Если подойти к этим критериям, то видно, что слева, справа микрозадача. Так? А слева нет. Слева микрозадач вообще нет. Есть макрозадачи и мегазадачи. Например, экзистенциальный интеллект – это мегазадача. Вот межличностный можно понимать и как макро, и как мега, но не как микро. Как макро и как мега можно. Но тут это не единственная классификация, которая возможна задача. Вот, например, такая классификация. Можно выделить угол обзора. Если угол, я имею в виду пространственный, скажем, телесный угол, сказали бы математики. Когда вы видите предметы или даже символы, то это узкий угол. А если другой человек попадает, то это уже более широкий. Тем более группа людей, тем более человечество, мир и даже я сам. Это все более-более широкий угол обзора. Если мы посмотрим с этой точки зрения, то с левой стороны угол обзора расширяется. А справа он очень узкий. Но это тоже не все. Можно, например, обратить внимание на то, что предметы – это одна, один способ манипуляции, а символы – это другой. Далеко не каждый человек, который хорошо манипулирует предметами, сможет хорошо манипулировать символами. Это вещи, связанные довольно слабо. Но уже такой подход к задачам, по крайней мере, дает такую классификацию, такое пространство задач, трехмерное. Можно масштаб учитывать, можно учитывать угол обзора, а можно учитывать символическое представление, мера конкретности и абстрактности. Но, к сожалению, если мы могли бы продвигаться долго, но хочу заметить вот что. Это методологический тупик. Идея о том, что хорошо очищенная феноменология способна породить хорошую теорию – это идея опровергнута историей науки. И, по крайней мере, три контрпримера у всех на слуху. Аристотель против Демокрита. Демокрит утверждал, что все тела состоят из атомов, хотя мы этих атомов не видим. Наблюдать их невозможно, тем не менее, структура зависит от них. Аристотель сказал, что мы ничего такого не видим, значит, этого не существует. И предложил объяснять физические явления через влажное, сухое, теплое, холодное, легкое, тяжелое, то есть, через субстанции. Это видимо, это феноменология, это можно наблюдать, это можно рафинировать, но из этого невозможно получить современную химию. А из модели Демокрита можно. Второй пример – это Аристотель против Галилея. Аристотель наблюдал, что вы не толкаете груз, он не движется. Пока мы не привыкли, нет силы, нет движения. А Галилей сказал, что неправда это все. Он сказал, что нет силы, а движение продолжается по инерции, пока не встретит другую силу, которая его остановит. Это другая физика. И физика Аристотеля не работает сегодня у нас в инженерных делах, а физика Галилея работает. Ну и третий пример – Толемей против Коперника. Очевидно, что Солнце вращается против Земли. Это феноменология. Но наша астрономия говорит, что Коперник прав, и что то, что мы наблюдаем, это не может быть положено в основу серьезной науки. Поэтому еще раз повторяю. Хорошо очищенная феноменология не способна породить хорошую теорию. Поэтому я отбрасываю наблюдения над задачами и отбрасываю попытку вытащить из них классификацию задач. Подхожу со своей классификацией, которая опирается не на наблюдения чужих наблюдений, а на мое личное теоретическое построение. Я считаю, что задачи надо классифицировать так. Есть трехмерное пространство требований. По одному измерению надо рассматривать сложность, простые сложные задачи. По другому направлению – темпоральность, то есть связь со временем. Например, короткие и длинные, требующие быстрого решения, требующие выносливости, мелких, но длительно применяемых решений и другие темпоральные характеристики. И третье направление – это модальность. Скажем, визуальные задачи и задачи восприятия информации со слуха у них разная модальность. И то, и другое, и третье надо уточнять. Но это совершенно иная конструкция пространства задач. А именно о пространстве задач мы будем говорить дальше. И все, что связано с интеллектом, в конечном счете упирается в классификацию задач. Все, что связано с личностью, в конечном счете переходит к решению задач. Поэтому задачи – это наш основной предмет разговора в следующих лекциях. Продолжение следует. До новых встреч. Продолжение следует.